Привет, на канале Artamon of Life. Сегодня начинаю свой очередной видеовлог. 61 по счету. И он начинает с того, что я иду на поезд. У нас на улице погода просто замечательная. Минус 5 градусов. Падают тощие, еле видные снежинки. И лежит в округе, хоть небольшой, но снег. Так что с этого прекрасного момента этот влог начинается. I ain't fearin' for my team, so they can acquire you, yeah, tryna make it... И я вам покажу, как выглядит все это, что я перенес. Получается, за вчерашний день большинство сегодня я всего лишь раз все сходил 6 раз. Вчера 37, а сегодня 6. Хорошо, смотрите. Ну, как-то таким образом все это дело выглядит. Очень много папок. Приблизительно около 500 штук здесь папок. Около 500. И все это я перенес за один вчерашний день. А еще я принес очень интересную картину. Хочу вам показать, как выглядят девушки и женщины хотя бы один раз в неделю, когда они ухаживают за своей кожей. И в основном за кожей лица. Так что смотрите и не пугайтесь. Картина не для слабонервных. Вот так именно выглядят наши девушки и женщины. Та-дам! Вот таким вот образом. И такая картина была в отделении бухгалтерии. Они ее оттуда убрали. Но там как женский коллектив. Они, наверное, себя узнают в этой картине еженедельно. Поэтому они решили ее убрать. То есть получается здесь девушка с волосами, с красными, крашеные волосы. Плюс у нее маска на лице черного цвета. И, наверное, огурцы еще наложены на глаза. Скажите, вы когда-нибудь такое видели, чтобы ваши жены, ваши девушки так выглядели? Напишите мне в комментарии обязательно. Буду ждать ваш ответ. Ну все, обед наконец-то. То есть прошло 3 часа. Почему 3-4 часа? И я сейчас могу по обеду сходить. Потом еще у меня поработать остается 4 часа. И все на сегодня. И вообще бухгалтерия у меня заканчивается. Пошел я на обед. Ну все, у нас время. Сейчас 4 часа. Меня пораньше сегодня отпустили. Моя работа в Бухальтенке закончилась. Вот здесь как скользко. Осторожно идти. Я пошел через парковую зону. Все, моя работа в Бухальтенке закончилась. Начальница выражала очень много слов благодарности. Хотя изначально была недовольна тем, что я ей сказал. Но за это время действительно я им помог многое в документах. Потому что сейчас уже сегодня было так шаляй-валяй. Нечего делать. Но уже было все сделано практически. То есть я многим помог там. И с кем я работал, коллега моя, она, когда я уходил, подарила мне шоколадного зайчика. Это было очень приятно. Потому что она сказала, что я хочу тебе как бы знак благодарности, выражение знака благодарности, подарить шоколадного зайчика. Но я знаю, что ты не ешь, занимаешься фитнесом. Так что это для твоего ребенка. Это очень классно и прекрасно, на мой взгляд. Так что все, две недели пролетели. Теперь у меня на следующей неделе школа. Сначала будут два дня выходных, потом школа, неделя, и потом рецепцион. Опять заново налаживать контакты. Опять протираться коллегам. Ай, так каждый раз. Так каждый раз. Ну ничего, я думаю, что будет тоже все хорошо. Все, сейчас на поезд. Итак, сейчас у нас время уже около 8 часов, где-то без 15,8. Мне 15 минут хватит, чтобы дойти до фитнес-центра. Я опять иду сегодня в фитнес-центр. К 10 думаю, что я вернусь. И будем с вами также проводить стрим. Я вообще как бы собираюсь на эти тренажеры ходить каждый день. И плюс еще потом все. Я вам хотел еще про ключи рассказать. Ключи-то нашлись, точнее хозяева этих ключей нашлись. И завтра мы с ними встречаемся. Я им отдаю. Потеряла, как я думал, девчонка лет 12-13. Шла со школы и потеряла. Ее завтра мать приезжает ко мне и забирает эти ключи. Все списали со мной в фейсбуке. То есть как бы социальные сети это хорошая вещь, потому что можно найти, что пропало. Например, ключи. Я сейчас уже подхожу к фитнес-центру и вижу, что там свет везде выключен. Там автоматическая система. То есть если там никого нет, значит свет автоматически выключается. Значит я сейчас буду там один вообще. Ну в принципе хорошо. Может тут попозже еще придет. Но в данный момент... А, нет, есть. Есть, есть свет. Или нет. Сейчас короче посмотрим. Там непонятно. Но я уже подошел практически. Все. Возле здания фитнес-центра нахожусь. Заход, кстати, со двора. Нет, мое мнение было ошибочно. Здесь находится даже целых 5 человек. Я шестой получается. Так что я нет. Такое классное ощущение, когда ты приходишь. Или точнее выходишь со спортзала. И у тебя трещется все. Вот у меня сейчас данный момент так все. У меня трясется... Сейчас трясутся и руки. Я вот еле сдерживаю телефон, снимая на расстоянии вытянутые руки. У меня трясутся ноги. Потому что сегодня сделал очень довольно-таки много упражнений. Вообще классно. Плюс я еще зашел, где сегодня можно там именно силовые делать упражнения. Хотя мне сказали, термин будет в среду. Но я сегодня прошелся, так как я сегодня уже в последние полчаса один прошелся. Посмотрел, там все нарисовано, все понятно. И можно делать самому. То есть я сегодня еще поделал практически все комплексы, весь тренажер, который стоит. Я там весь сейчас использовал. По 10, по 20 раз сделал повторений. Как я сказал, сейчас все трясется. Полностью все. Сейчас время уже 15.10. Я сейчас тороплюсь домой еще для того, чтобы проводить стрим. На этом буду сегодняшний влог заканчивать. Желаю вам всего доброго, всего хорошего. Встретимся в завтрашнем видеоблоге. И без пальто. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok